Международные правозащитные организации требуют открытого процесса по Кемперабадскому делу. Мы, ниже подписавшиеся правозащитные организации, призываем власти Кыргызстана обеспечить строгое соблюдение надлежащих правовых процедур и гарантий справедливого судебного разбирательства, установленных национальным и международным законодательством в ходе слушания по обвинениям, выдвинутым против 27 граждан, критиковавших сделку с Узбекистаном по передаче Кемперабадского водохранилища, граждан, которые требовали обеспечить прозрачность процесса и его результатов. Мы крайне встревожены тем, что дело было засекречено следователем 11 января 2023 года, что не позволило общественности и СМИ следить за ходом следствия. Первомайский районный суд, рассматривающий досудебные ходатайства по делу, пока отказывает подсудимым в проведении открытого процесса, а это означает, что слушания будут проходить за закрытыми дверьми и вне поля зрения общественности. Мы напоминаем, что открытые и прозрачные судебные процессы являются краеугольным камнем верховенства закона и справедливого судебного разбирательства. Будучи участником Международного пакта о гражданских и политических правах, Кыргызстан обязался защищать право на публичное судебное разбирательство. Хотя это право не безграничное, Комитет ООН по правам человека характеризует обстоятельства, при которых судебное разбирательство может быть закрыто как исключительное, подчеркивая, что при отсутствии таких обстоятельств судебное разбирательство должно быть открытым для обеспечения прозрачности и содействия обеспечению права человека к справедливому суду. Недавно Кыргызстан вновь подтвердил приверженность этим принципам и своим международным обязательствам в области прав человека, получив место в Совете ООН по правам человека в октябре 2022 года. Пока что в этом деле нет никаких исключительных обстоятельств, которые соответствуют либо порогу, требуемому в соответствии с международным правом, чтобы закрыть предстоящее судебное разбирательство для общественности, прессы или международных наблюдателей. Кроме того, явное отсутствие каких-либо достоверных доказательств совершения подсудимыми уголовного преступления повышает важность открытости и прозрачности для обеспечения того, чтобы процесс и результаты соответствовали международным обязательствам Кыргызстана и заслужили доверие общественности. 27 граждан были задержаны в октябре 2022 года по обвинению в организации массовых беспорядков за мирное выражение взглядов в отношении соглашения о границе с соседним Узбекистаном и их мирной гражданской позиции по этому вопросу. 14 подсудимых находятся в следственном изоляторе, остальные помещены под домашний арест. 22 июня 2023 года по делу было вынесено обвинительное заключение, содержание которого засекречено, но, как сообщается, состоит из 265 страниц. До этого момента в уголовном процессе действия должностных лиц Кыргызстана в отношении дела Комитета по защите Кемпирабадского водохранилища вызывали многочисленные опасения в отношении прав человека и верховенства закона. Лица, содержащиеся в следственном изоляторе в Бишкеке, сообщили об ограниченном доступе к санитарии, медицинскому обслуживанию и свиданиям с семьями в течение пяти месяцев, проведенных в учреждении. До начала судебного разбирательства суды неоднократно продлевали срок предварительного заключения многим подсудимым, несмотря на то, что предварительное заключение должно применяться только в исключительных случаях по международному праву и как можно более короткий срок. Следствие с самого начала сопровождалось необоснованными обысками и другими явными процессуальными нарушениями. Кроме того, чиновники, ссылаясь на секретность документов по делу, отказывались предоставить задержанным документы, необходимые для понимания обвинения или защиты. В отсутствии этих документов у них нет возможности обжаловать свое задержание. Мы призываем кыргызские официальные лица обеспечить, чтобы судебный процесс над 27 гражданами по кемперабадскому делу проводился открытый и осуществлялся в строгом соответствии с законодательством Кыргызстана и международными обязательствами. Мы призываем президента Садра Джапарова и его администрацию, а также Министерство внутренних дел принять меры в пределах своей компетенции для обеспечения открытого и справедливого судебного разбирательства. Мы также призываем власти обеспечить снятие обвинений с тех, в отношении кого без уважительной причиной возбуждены уголовные дела, и требуем их незамедлительного и безоговорочного освобождения. Никто не должен подвергаться судебному преследованию или преследованию за мирное осуществление права на свободу слова, ассоциации и собраний. В отсутствие открытости и приверженности верховенству закона, судебный процесс станет еще одним шагом в сторону от репутации Кыргызстана как маяка свободы и уважения прав человека в Центральной Азии. Подписанте.